Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Артем Звездин. Наверное, вы меня помните по интервью, которое размещено на этом канале. Сегодня бы хотелось для вас специально сделать технический анализ определенных валютных пар. Ну, что такое технический анализ в моем понимании? Это понимание цены сквозь призму price action, объемного анализа сквозь призму, понимание механики рынка, сведения ордеров и так далее, и так далее. Обычно вы смотрите на рынок с точки зрения фундаментальных параметров и есть Артем Деев, ведущий аналитик компании, который делает для вас специальные обзоры рынков. Нельзя сказать, что это не работает. Но, тем не менее, фундаментальными параметрами все не ограничивается, и очень часто трейдеры делают такой вот технический анализ, рассматривают цену с нескольких углов, с нескольких сторон. На мой взгляд, это наиболее правильный подход к рынку, когда трейдеры используют и фундаментальный анализ, и технический анализ, и торгуют цену в связке. Этот подобный формат мы запускаем впервые, и хотелось бы, чтобы вы на это как-то отреагировали, поскольку в зависимости от того, как вы на это отреагируете, в дальнейшем уже будет видно, стоит ли в дальнейшем выпускать данный формат, или стоит его все-таки закрыть. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Сегодня мы рассмотрим с вами биткоин, сегодня также рассмотрим евро-доллар, иену рассмотрим и рассмотрим золото. Ну, надо сказать, что вот хотелось бы сделать еще больше анализа различных валютных пар, но не особо понятно, какие конкретно вам бы хотелось посмотреть обзоры, и какие конкретно вам бы хотелось узнать валютные пары, посмотреть, проанализировать их. Поэтому, пожалуйста, напишите, какие конкретно вам интересны пары в комментариях, и в дальнейшем, в следующих выпусках, если они будут, мы рассмотрим их в том числе. Давайте начнем с биткоина, и сразу мне бы хотелось сказать, мы будем с вами делать поэтапный анализ, я буду рассказывать, что я делаю, и, возможно, для вас это тоже будет своего рода, как такое вот, знаете, небольшое обучение. Вы сможете что-то узнать, да, про рынки, вот сквозь призму еще подобного анализа. Я все еще здесь, я себя уменьшил, чтобы не закрывать график. Итак, для того, чтобы нам сделать анализ с помощью понимания цены, движений и так далее, нам необходимо вначале посмотреть вышестоящий таймфрейм. Давайте с вами посмотрим на дневку, и первым делом, что мы здесь увидим? Мы увидим, как некий, да, такой пузырь, можно так сказать. Но помимо пузыря, мы также еще видим, что на данный момент биткоин торгуется в районе 10 тысяч, и обратите внимание, как он это делает. Он не просто так торгуется, он потихонечку сжимает свой диапазон, и это указывает на то, что рынок потихонечку поджимается к определенным ценовым областям. Чаще всего, когда подобное происходит, если у нас будет тот или иной прострел в одну из сторон, он абсолютно не имеет никакого значения, в какую из. Обычно рынок на это очень резко реагирует, и реагирует каким-то либо падением, либо катастрофическим просто ралли, определенным взлетом. Нужно понимать, что вот в этой моменте, когда мы находимся уже здесь, в неком флетовом коридоре, в флетовом канале, и находимся вот в подобном поджатии, у нас происходит следующее. У нас трейдеры принимают какие-то торговые решения, и поскольку, ну, все мы уже слышали о том, что биткоин это там мировая валюта, и вообще все прекрасно и так далее, разумеется, трейдеры принимают торговые решения, и первым делом, что они делают? Ну, конечно же, они совершают сделки, и абсолютно неважно, в какую сторону они совершают сделки. Совершая сделки, они также выставляют свои стоп-приказы. Поскольку стоп-приказы являются рыночными ордерами, если рынок заденет уровень стоп-приказов, а где этот уровень, мы будем говорить чуть-чуть дальше, дальше, разумеется, рынок на это среагирует резким падением, либо взлетом. Ну, это, в общем-то, вот так вот, если рассматривать глобальный биткоин, поскольку на данный момент мы еще не подошли даже к этим уровням, к этим уровням стоп-приказов, которые здесь могут находиться вот в этих ключевых моментах, ключевых точках, и вот здесь. Пока мы, конечно же, до сюда не дошли, и, возможно, дойдем, ну, может быть, в ближайшие полгода, но, опять-таки, никто не знает, когда мы до туда дойдем. Важно то, что мы сейчас находимся во флетовом накоплении, таком достаточно сужающемся, а какой-нибудь трейдер сказал бы, что здесь еще виден треугольник. Ну, по большому счету, с ним, да, не поспорить. Здесь действительно есть фигура, которая напоминает треугольник, да, что-то в этом духе, но, по большому счету, нам от этого, знаете, как говорят в простонародье, ни холодно, ни жарко, поскольку это не поможет нам принимать какие-то торговые решения. Важными ключевыми уровнями здесь можно назвать вот этот уровень, если обратите внимание, 10,780, 10,800, то есть вот в этих областях рынок сюда уже один раз подошел и ушел вниз, потом второй раз подошел, опять уходит вниз, и вот сейчас он вроде бы как бы рисует третий подход в эту область. Также у нас ключевой уровень вот здесь, 12 тысяч. Если обратите внимание, я не выделяю вот эти шпильки, я выделяю именно 12 тысяч. Почему? Потому что это достаточно круглое значение, 12 тысяч. То есть, если мы посмотрим, 13 тысяч у нас чуть-чуть дальше, и это тоже достаточно круглое значение, которое можно использовать. Вообще, если вы видите подобную картину, когда рынок доходит до каких-то величин, и при этом здесь на этой величине есть какое-то круглое значение, ну, 12 тысяч, 13 тысяч, 10 тысяч, конечно же, стоит использовать его. В нижней части мы можем также выделить следующий уровень. Это 9500. Здесь достаточно хорошо введен этот уровень. Здесь в него было несколько ударов. Раз удар, два удар, три удар, четыре удар. И также я бы даже сделал как некий диапазон. То есть, не четкий какой-то уровень, а некий диапазон. А диапазон это примерно то же самое, что и уровень. Разница заключается в том, что когда мы будем находиться в диапазоне, мы не будем выставлять там отложные ордера, либо принимать еще какие-нибудь решения. Мы просто будем ожидать, что будет делать рынок. И в зависимости от этого, куда он расторгуется, и что будет дальше, мы уже примем торговое решение. Итак, мы с вами сделали анализ фона биткоина, из которого выяснили, что он сейчас находится во флетовом коридоре, что у нас сейчас собирается достаточно мощная позиция, и что если у нас будет выход из этой позиции в одну из сторон, то, в общем-то, движение будет достаточно мощное. Но пока подобное не произошло, пока мы торгуемся во флете, пользуемся этим моментом. Итак, теперь переходим на ниже стоящий график, перейдем с вами на 4 часа, а после перейдем уже на часовейку. Итак, что же мы видим на 4 часах? На 4 часах мы видим, в общем и в целом, ту же самую флетовую картину, но если мы сравниваем это с дневными графиками, на дневных графиках мы видели, как у нас рынок потихонечку идет в год к этим уровням. На 4-х часовом графике здесь немного другая картина. Здесь, если вы обратите внимание, у нас есть четкие границы вот такого флета. Конечно, я сейчас все это выделю, но просто пока визуально запомните этот момент, что мы имеем как бы флет в флете. На самом деле, все это показывает на то, что у нас сейчас собирается позиция. Некоторые трейдеры это еще называют, что рынок находится в балансе. Это нифига не баланс. На самом деле, это просто показатель того, что собирается достаточно мощная позиция. И эта мощная позиция, она рано или поздно куда-то расформируется. И когда она будет расформироваться, нам всем не поздороваться. Ну, это практика, в общем-то, показывает. Давайте здесь выделим уже определенные уровни, достаточно значимые, ключевые. Ну, можно выделить вот этот уровень. Я специально выбрал фиолетовый цвет. Трейдинг достаточно творческая профессия, как вы понимаете. И по цвету мы с вами будем определять, что это у нас уровень с 4-часового графика. Также можно выделить, в принципе, ну, окей, как бы на этом все. Вот только этот уровень мы с вами можем выделить. Ну, и здесь еще можно выделить, но это слишком как бы высоковато. Здесь, если мы обратим внимание на 4-часовом графике, вот этот уровень, от него постоянно есть определенные отскоки, и постоянно рынок дает определенные сигналы. Приходим еще на ниже стоящий график. Теперь уже давайте посмотрим с вами часовой графики. Вот здесь начнем с вами и делать, собственно говоря, анализ. Здесь мы можем обратить внимание, что у нас вот здесь есть определенный уровень. От него был раз отскок, два отскок, три отскок, четыре отскок, опять отскок. А понятное дело, что сейчас, наверное, многие старожилые трейдинги, да, мне скажут, что нужно как бы уровень делать либо вот так, либо вот так. Ну, на самом деле, подходов много. Я лично сторонник вот такого подхода, выбирать уровень что-то вот среднее и иметь в виду, что мы здесь имеем небольшой такой вот какой-то диапазон. То есть, на самом деле, под каждым уровнем подразумевается вот такая вот небольшая как бы зона. Следующий уровень можно здесь сделать вот подобным образом. И следующий уровень вот здесь можно сделать подобным образом. Итак, что мы здесь сейчас наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем, как рынок подходит к следующей флетовой области. Сам он тоже находится во флете. И все, в общем, везде флет. На каждом таймфрейме у нас есть флет. Это с одной стороны как бы минус, но с другой стороны плюс. Для нас, по большому счету, это как некая халява. Мы видим четкие области, от которых есть четкие определенные развороты. Но грек здесь, на самом деле, не торговать. И, конечно же, у нас будет рука чесаться вот прямо сейчас, вот на момент съемки. Вот прямо сейчас хочется открыть оппозицию. На самом деле, это будет очень глупое решение. Об этом чуть-чуть попозже. Давайте составим вполне вероятный сценарий, который мы здесь будем иметь. Итак, вероятный сценарий довольно меньшего движения во флете. Может быть такое? Ну, как вы считаете? Я думаю, что вполне может быть, что рынок дальше будет находиться во флете, поскольку здесь есть какой-то достаточно мощный продавец, который явно держит этот рынок, и рынок постоянно от него отпрыгивает вниз. И, конечно же, рынок как бы зажат вот сейчас наверху. Снизу у нас тоже есть определенный мощный покупатель. Если вы обратите внимание, здесь его пытались поглотить, здесь его пытались поглотить, здесь его пытались, здесь пытались, здесь тоже к ней его пытались повезти. То есть, огромное количество ударов в этот уровень. Не явно он что-то значит, тем более он приходит к нам с 4-часового графика. И, конечно же, он будет очень мощный для нас. То есть это один сценарий торговли во флете. А другой сценарий, если рынок пробивает флэт, здесь действуем по классике. Дожидаемся, пока у нас рынок нарисует ретест, примерно вот в эту область. Куда точно он нарисует, практически никто не знает. Нужно будет уже следить в моменте времени. И ждем, пока рынок начнет опять назад разворачиваться наверх. И будем активно покупать до уровня 10.717. Здесь вполне вероятно, что мы отскочим от данного уровня. То есть сделаем вот подобное движение. Но нужно будет делать новый анализ. Во всяком случае, когда мы будем находиться вот здесь уже в прибыли. После того, как мы купим, если рынок у нас пробьет данную область. Зафиксируем большую часть позиций. Немножко оставим в рынке. И подождем, пока рынок уже дойдет до уровня 10.885. Если он до туда дойдет. Если не дойдет, закроем эту небольшую часть позиции. Ничего страшного. В моей практике были такие примеры. Когда я покупал инструмент, я закрыл большую часть позиции. В рынке оставил вот самый минимальный лот. Насколько было возможно. Так вот, этот самый минимальный лот. Я по нему заработал больше, чем основной позиции. Основным объемом. Я призываю вас сделать примерно точно так же. То есть закрывать большую часть, конечно же, у наших определенных целей. То есть вот здесь. Но чуть-чуть оставлять в рынке. И вот это чуть-чуть закрывать тогда, когда рынок уже полностью развернется. Когда вы скажете, ну все, теперь 100% разворот. Когда вы такое видите. Даже если вы закроете эту небольшую позицию в небольшом убытке. Ничего страшного на самом деле. Потеряете пару пунктов. Ну и бокс. Зато у вас всегда будет возможность заработать вот этой небольшой позиции. Огромный профит. И это прекрасно на самом деле. Это первый сценарий. То есть у нас уже два сценария есть. Торговля во флете. Во флете мы торгуем достаточно просто. Но я вам нарисую схематично. От верхней границы продаем. От нижней границы покупаем. Все на самом деле просто. Все это прекрасно знаете. Читали на форумах. Смотрели в видеоблогах и так далее. Но. Когда мы пробиваем данный флэт. Понятное дело, что в момент пробоя ничего делать не нужно. То есть если вы находились еще в покупках. Бог с ним. Но если вы думаете здесь продавать. Не нужно пересиживать. Закрывайте свои позиции по стоп приказу. Ждите отката в обратную сторону. И если видите какое-то замедление. Например вот такое цены. Либо видите на конце отката вот подобные шпильки. Либо видите на конце отката там повышенный объем. Либо какую-нибудь свечную модель. Но поскольку это биткон. Он любит волатильные выносы. Он наверное сделает вот подобным образом. Я нарисую вам здесь бары. То есть он как-то вот так нарисует огромный резкий волатильный скачок наверх. Тогда принимайте решение здесь покупать немедленно. То есть это должно быть на конце отката к вот этому непосредственно флету. Цель у вас здесь 10.717. И она вполне ощутима. И она вполне в принципе может до нее дойти. Если подобного не происходит. Мы можем здесь продать. Но понимаете в чем здесь проблема продажи. Здесь небольшой запас хода. Здесь всего лишь в районе 200 долларов. Что для биткоина очень мало. И пока вы сообразите. Пока нажмете на кнопку. Пока поймете что вам нужно делать. Пока сделаете анализ. Разумеется с учетом спреда. Эта сделка может быть невыгодна для вас. Поскольку наша ближайшая цель с учетом продажи. Если мы пробьем данный флет. И пойдем вниз. Наша ближайшая цель вот эта. Следующая наша цель. Она находится конечно же ниже. Но я думаю что рынок до нее не дойдет. То есть она находится слишком низко. В районе 9745. Прошу прощения. Плохо здесь. Вижу слишком мелкий шрифт. Я думаю что рынок до нее просто так. Вот так с одного так скажем махал. Он не дойдет. И поэтому нам необходимо дождаться уже конечно же дальнейшего пробоя. Что здесь нарисует рынок. И здесь уже принимать решение. Но общая концепция она примерно сводится к тому же. Что и в покупках. О чем мы говорили ранее. То есть если рынок пробьет данную область. Дожидаемся отката к этой области. Ждем уже замедления непосредственно на коррекции к этой области. Принимаем решение на продажу. Здесь можем закрыть основную часть позиций. И с расчетом что возможно рынок дойдет до этих областей. Но не гарантирую. Если вы обратите внимание рынок с большей охотой так скажем. Он находится на верхних границах. Он здесь нарисовал флэт. Он здесь нарисовал. Он здесь флэт нарисовал. Он как бы копит объемы наверху. Эти объемы безусловно будут расформироваться. Вполне вероятно что может быть они и вниз расформируются. Но на данный момент это явно указывает на то. Что у нас здесь и явно засел какой-то крупный покупатель этого актива. И безусловно пока его не разберут. Рынок вниз просто так вот бабац значит несколькими свечами вниз. Он не уйдет. Его должны вначале разобрать. А это конечно же случится. Но нужно этого дождаться к сожалению. Итак давайте подытожим анализ биткоина. Здесь все просто. На данный момент пока нет пробоя. Продаем от вот этой границы. От уровня 10441 до границы 10224. То есть торгуем вот в этом флэтовом канале. Когда у нас произойдет пробой в ту или иную сторону. Будем дождаться коррекции к этой области. То есть будем дождаться коррекции к уровню 10441. Зайдем в покупку. Если увидим здесь какой-нибудь сигнал. Еще раз напомню. Это либо шпилька. Либо скорее всего на битконе вы увидите вот такую картину. Либо просто какое-то замедление. Чаще всего конечно же на битконе вот такая картина. Будем покупать с расчетом удержания сделки до уровня 10717. Здесь покроем большую часть позиции. Оставим немножечко с расчетом дохода до уровня 10885. Если подобное не произойдет и рынок уйдет вниз. С особой осторожностью. Очень-очень осторожно продаем на коррекции к уровню 10224. Ждем конечно же здесь определенного ретеста. Ждем здесь замедления. И очень-очень осторожно продаем до уровня 10026. Основную часть прикрываем вот здесь. Оставляем совсем-совсем немножко в рынке с расчетом дохода до уровня 9745. Ну что ж, давайте теперь посмотрим евро-доллар. Так, переходим к евро. И знаете, как обычно трейдеры говорят. Если удалось заработать на евро-долларе, то это еврушка. Если удалось потерять, то это еврюга. Не знаю, как вы отреагировали на это. Когда 12 сентября были подобные движения. Надеюсь, для вас данный актив был все-таки еврушкой, а не еврюгой. Давайте начнем наш анализ непосредственно с дневных графиков. Мы видим, что мы пробиваем очередное, собственно говоря, донышко. И видим четкий-четкий такой тренд на дальнейшее снижение. Более того, мы видим, как мы подошли вплотную, подошли к минимальным точкам. Это уровень, соответственно, 1.09.309. Но на данный момент мы немножко отскочили, если вы обратите внимание. Но об этом чуть-чуть попозже. Итак, что же мы видим на дневных графиках? Давайте еще все это суммируем. Мы видим четкое снижение на движение вниз. Вот у нас есть тренд. А далее мы видим, что мы находимся практически на минимальных точках. Но мы видим также, что у нас есть здесь определенный запас хода. Переходим на ниже стоящий график. Давайте здесь, конечно же, выделим непосредственно уровни. Совсем я забыл про этот момент. Выделяем самые значимые уровни, которые только, в принципе, возможно здесь выделить. Но я думаю, дальше цена не пойдет. Выше здесь, внизу, можно выделить вот эту область и вот эту область. Обратите внимание, что я беру и вот эту область, и вот эту область. Почему? С одной стороны мы имеем такой уровень, после которого началось достаточно сильное движение. Также мы имеем здесь уровень, от которого рынок постоянно отбивался, находясь в неком флетовом коридоре. Давайте теперь придем на 4 часа и посмотрим, как обстоит дело на 4-х часовых графиках. Здесь мы видим, что рынок практически вплотную подошел к нашему уровню. Немножко скорректируем, давайте его, буквально на несколько пунктов. И давайте здесь тоже выставим определенные ключевые области. Ну и по традиции сделаем их непосредственно фиолетовым цветом, для того, чтобы понимать нам, что это 4 часа. Можно поставить вот здесь уровень, достаточно такой размазанный, не точный. Давайте даже сделаем не уровень, а давайте сделаем такую небольшую плотность, для того, чтобы больше здесь увидеть. И, ну, как бы в дальнейшем вернемся, я поясню, почему я так сделал. Также мы сделаем вот здесь плотность и также мы вот здесь сделаем, давайте я немножко сужу, а нет, да тут далеко идти. Давайте посмотрим, что у нас здесь было совсем-совсем далеко в истории. Ну, тут у нас следующий уровень можно вот здесь поставить. Давайте его не будем выделять, поскольку после него началось такое достаточно слабое движение. Возможно, это будет наша с вами ошибка, но, тем не менее, давайте рискнем. В общем-то, риск – дело благородных мужчин. Что мы здесь наблюдаем? Мы здесь тоже самое наблюдаем дальнейшее снижение вниз. И, разумеется, четкий такой ярко выраженный медвежий тренд. Мы видим снижение непосредственно экстремов. Все у нас экстремы понихонечку снижаются. Но на данный момент мы пробили последний максимум и закрепились немножечко выше. Теперь переходим еще на нижестоящие графики. Давайте посмотрим о часовике. Будем здесь сделать анализ. Ну, первым делом, конечно же, выставим определенные уровни. И уровни также будут у нас здесь синие. Для того, чтобы их потом в будущем не спутать. Где-то я видел этот цвет. По-моему, это вот этот. Да. Здесь, на самом деле, очень много областей, куда хочется поставить уровень. И когда вы с таким сталкиваетесь, старайтесь выделять самые-самые-самые значимые точки. Самые видимые уровни, которые только возможно выставить. Ну, вот здесь яркий есть уровень. Вот здесь яркий уровень. А также мы имеем здесь. Ну, и вот здесь яркий уровень. В принципе, я думаю, этого будет достаточно. Давайте все-таки я уберу эту зону. Давайте я все-таки оставлю здесь определенный уровень. Просто немножко его с вами подкорректируем. И здесь можно уже сделать определенный анализ. У меня есть такое подозрение, что данный инструмент может уйти просто-напросто в пилу. И это было бы не очень, на самом деле, хорошо, если бы он ушел в пилу. Дело в том, что, во-первых, мы находимся внизу. Да, вспоминаем с самого начала. Мы находимся на нижних точках. И для того, чтобы, разумеется, пойти еще ниже, необходимо накопить объем. И необходимо, чтобы участники торгов сделали определенные сделки. К сожалению, если это будет происходить, если рынок все-таки запланирует идти вниз, как бы рынок не ушел в такую пилу. Если он уйдет в такую пилу, как бы эта пила не была слишком долгой. Поскольку, если обратите внимание, рынок сейчас имеет тенденцию к подобным накоплениям. Здесь было накопление, здесь было накопление, здесь у нас тоже было накопление, здесь было накопление. Это все дурной признак, дамы и господа. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Вот этот уровень фиолетовый, который я выставил, который идет с 4-х часовых графиков, который я выставил, да, откуда-то оттуда с истории, но вот здесь. Я его, наверное, все-таки удалю. Поскольку он захламляет картину, и он не может нам продемонстрировать всю полноту и все краски. Он вас, скорее всего, будет путать. А я для себя ставил цель так, чтобы каждый этот анализ мог так или иначе хоть немножечко применить для себя. Мы можем вот этот уровень часовой его снизить немножко вниз, вот сюда. И тогда у нас становится более-менее понятнее картина. Ну что ж, давайте тогда сделаем анализ. Что меня здесь сразу привлекло? Это вот такая модель. Если вы обратите внимание, здесь мы имеем несколько подобных свечей. И с одной стороны, и с другой стороны у нас есть такие тени. Для нас, на самом деле, это очень плохой признак, поскольку обычно он указывает на появление дальнейшего флета, то есть на вот подобную картину. Но что здесь примечательно? Обычно подобные свечи указывают на некий диапазон. То есть рынок как бы начинает торговаться вот в рамках этого диапазона. От одной шпильки к другой шпильки. Ну, не шпильки, а неких теней свечи, да. Но здесь мы сразу пробиваем данные тени свечей, да, и закрепляемся ниже, начинаем здесь пилить. С одной стороны, это как бы показатель медвежьей такой силы. Все опять-таки мы обратим внимание, во-первых, вот это вот волатильное движение, мы его закрыли наверху. Более того, когда мы найдем наверх, мы имеем повышающиеся объемы. Но что здесь самое примечательное? Рынок наверх не идет. То есть когда он подходит к вот этим максимальным точкам, здесь не формируется достаточного объема. Казалось бы, если бы мы имели инициативу на дальнейшее движение наверх, мы бы должны были иметь достаточно мощную силу. То есть достаточно большие объемы, с помощью которых рынок бы пробил, да, непосредственно эти лимитные плотности, эти ордера, да, трейдеров, которые здесь собирались продавать. Но ничего подобного не происходит. Поэтому я говорю, что рынок вполне может уйти во флэт, и это все достаточно опасная картина. Опять-таки, еще раз напоминаю, что здесь мы имеем раз флэт, да, два флэт такой небольшой, три флэт, четыре флэт, и рынок может уйти во флэт. Ну, ну да ладно, все это достаточно такого словоблудия. Давайте приступим, собственно говоря, к делу. На данный момент я не рекомендовал бы вам совершать активные продажи, в общем-то, как и активные покупки. Все-таки я бы ожидал некого флэтового коридора. Но, тем не менее, находясь вот на текущих точках, если у нас рынок откроется в понедельник, например, вот здесь, тогда мы будем ожидать, что рынок будет потихонечку отрастать как бы наверх. То есть будет торговаться вот в неком вот таком вот некотором диапазоне. С осторожностью покупайте до уровня 1.11.039, и здесь уже прикрывайте большую часть позиций. С тем расчетом, что рынок вполне вероятно дальше не пойдет, поскольку глобально мы имеем еще нисходящий тренд, который никак не развернулся, и это нужно учитывать. Если рынок отойдет до 1.11.039, и здесь явно нарисуют какое-то отвержение уровня, какое-то дальнейшее падение вниз, то мы будем активно продавать до вот этих областей, либо до вот этих областей. Это самый идеальный сценарий, который вполне вероятно может осуществиться, но опять-таки нужно будет здесь наблюдать. Следующий момент. Когда вот активно продавать, вот прям вот гарантированно продавать, когда мы пробьем уровень 1.10.572, вот этот уровень, закрепимся ниже, откатим к нему, вот тогда будем активно продавать до вот этих областей и до вот этих областей. Причем, поскольку мы еще не сломали вот такую глобальную тенденцию, я бы не рекомендовал вам закрывать полностью свои позиции вот здесь, либо вот здесь. Закройте часть позиции вот здесь, закройте часть позиции еще вот здесь, и ожидайте движения ниже. Куда у нас может дальнейшее движение ниже пойти? Вот примерно в эти области. Но вот этот сценарий, сценарий активных продаж, он наступает тогда, когда мы пробьем данную область, закрепимся ниже, сделаем коррекцию к этой области. Тогда мы будем продавать непосредственно данный инструмент с удержанием данных позиций и ожиданием, по крайней мере, надежды, что рынок до сюда дойдет. На данный момент имеем такую флетовую ситуацию, да, и бычий сценарий до уровня 1.11.039. Если рынок пробьет и эту область, тогда уже будем ожидать рынок на уровне 1.11.202. Что будет дальше, пока еще не решаюсь сказать, поскольку, опять-таки, находимся в достаточно таком серьезном движении вниз, и поэтому делать какие-то глобальные тут моменты достаточно сложно. Кроме того, на продаже указывают вот этот вот сценарий. То есть резкое волатильное движение вниз, хвост, повышенный объем. В САА анализе это называется тест спроса в данном случае. Это всегда указывает на разворот, но это также указывает на то, что рынок рано или поздно опять дойдет до этой области, и опять он вполне вероятно будет ее пробивать. Это нужно учитывать. Поэтому большая вероятность есть дальнейшего движения вниз. Это все по евро. Такая ситуация достаточно неоднозначна. Если по биткоину еще более-менее однозначно, более-менее понятно, то вот евро я бы старался не торговать, например, на следующей неделе, поскольку достаточно сложно сейчас. Опять же, мы имеем это волатильное движение, нежестоящий тренд. Но мне бы здесь было очень сложно. Идем дальше. Давайте посмотрим с вами иену. Перейдем сразу на часовые графики. Обратим внимание, что мы отбились от самых-самых минимальных точек. От самого-самого минимума отбились. И сейчас подходим к верхам. И здесь тоже у нас есть определенные ключевые точки. Давайте я сейчас выделю данную область. Это у нас дневные уровни. Если обратить внимание, то вот здесь его лучше поставить. То есть как-то вот здесь. И также можно поставить вот здесь. Ну и, конечно же, вот здесь. Это самые важные дневные уровни, которые здесь, в принципе, находятся. Мы находимся в таком глобальном, просто огромном-огромном флетовом канале, флетовом коридоре. И опять-таки грех здесь, да, соответственно, не продавать. Переходим на нижестоящий таймфрейм. Давайте посмотрим на 4 часа. Что же мы видим на 4-х часовом графике? Мы видим явный такой, достаточно серьезный обычай тренд, который явно походит, мне кажется, на какую-то даже, в какой-то мере перекупленность. И обратите внимание, объемы у нас потихонечку начинают увеличиваться. И это явно свидетельствует о том, что рынок банально сейчас, ну, тупо-тупо перекупили. И, разумеется, мы будем ожидать, что рынок начнет потихонечку, потихонечку, как минимум, да, краткосрочно разворачиваться. Давайте выделим теперь здесь 4-х часовые уровни. Наиболее для нас значимые. Ну, по традиции выделю фиолетом, нет, давайте розовым. Опять же, говорю, трейдинг достаточно творческая профессия. Ну, вот эти уровни можно выделить. И перейдем на нижестоящий график, на часовой график. Ну, на данный момент мы все-таки имеем пробой непосредственно данного уровня. Но обратите внимание, как у нас меняется угол атаки. Во-первых, да, меняются волны, меняется угол атаки. То есть цена как бы начинает валиться потихонечку в обратную сторону. И для нас это сигнал такой краткосрочного разворота. Но пока подобного разворота не случилось, рынок у нас уходит потихонечку в моменты такого некого флетового коридора, флетового канала. И, безусловно, это яркий показатель того, что мы постараемся эту валютную пару поймать непосредственно от вот этих уровней. И попытаться ее купить до вот этих уровней, до уровня 108-225. Почему не выше? Потому что есть большая вероятность уходов в некую такую флетовую пилу. А с последующим возможным выходом уже непосредственно на уровень 108-456. Поэтому с большей охотой постарайтесь все-таки удержать данную позицию до уровня 108-225. Ну и прикрыть там большую часть своих позиций. Ну и немножечко оставить в рынке с расчетом, что рынок может в принципе пойти еще выше. На данный момент медвежьего сценария пока у нас нет. У нас есть только бычий сценарий. Ну и здесь, в общем-то, по старинке поступаем следующим образом. Покупаем от каждого уровня. Я не вижу на данный момент прям явных сигналов для разворота. Да, у нас потихонечку рынок клонится. У нас потихонечку он может уходить в некое флетовое накопление. Но говорить о каком-то тотальном развороте я бы на самом деле не стал и не решился бы. Тотальный разворот мы будем иметь, когда рынок уйдет в некую небольшую пилу, откатит вниз, вот сделает вот подобный момент. И здесь есть еще такой момент. Здесь у нас есть вот такой вот минимум. Я выделю вот его подобным образом, совсем-совсем таким вот пунктиром даже, на который нам можно будет ориентироваться. Вот здесь такой момент. Если рынок пробьет данную область, пробьет и вот эту область, то 7659 это будет 100% медвежий сценарий. Тогда мы будем ожидать небольшой коррекции, и будем продавать до уровня 106.652, либо 106.081. Вполне вероятно, что дойдем до сюда. Но до той поры я бы здесь, честно говоря, не решался бы продавать, поскольку мы имеем такую достаточно явно бычью ситуацию. И безусловно, это требует какого-то мастерства и таланта, поймать непосредственно зарождение тренда. Тем более, что для зарождения тренда чаще всего нужно флетовое накопление, которого еще здесь не произошло. Пользуемся моментом, пока находимся во флете, пока имеем бычий сценарий, имеем вот эти цели, пользуемся пока этим моментом. Медвежий сценарий будем иметь, когда пробьем уровень 107.659, и тогда будем ловить пару уже непосредственно вот здесь. Это, в принципе, все, что можно сказать по иене. Конечно, здесь меня также привлекают непосредственно объемы. Если вы обратите внимание на вот флетовую ситуацию, на флетовый канал, на какую-то консолидацию, также указывают и хвосты по иене, также указывают и объемы. То есть, мало того, что мы имеем движение наверх, но мы еще имеем повышенный объем, который достаточно мощный, достаточно сильный. И это, конечно же, указывает на то, что с большой вероятностью рынок все-таки уйдет в некое флетовое накопление. И, конечно же, хотелось бы, чтобы рынок ушел в некое флетовое накопление, накопил бы здесь позиции и стал бы разворачиваться, поскольку здесь огромный запас хода до ближайших целей. И опять-таки все увидели, трейдеры, что сейчас мы имеем обычный сценарий, даже я вам говорю про обычный сценарий. Все зашли в покупки, и, безусловно, это отыграется только в нашу сторону, когда будут исполняться их стоп-приказы, конечно же, мы попытаемся дойти до этих областей. И рынок дойдет до этих областей, если мы дойдем, конечно же. Ну что ж, переходим к последнему инструменту, конечно же, к золоту. Конечно же, из-за того, что мы сейчас имеем твиттер Трампа, и все вот это сумасбродство, которое возникает в мире, ну, прошу прощения, конечно же, за такие слова, но, тем не менее, именно так мне и кажется, это вынуждает инвесторов, безусловно, инвестировать в консервативные какие-то инструменты в виде золота. Но я думаю, что в будущем таким консервативным инструментом, как бы мне этого хотелось, либо не хотелось, станет, конечно же, биткоин. Но на данный момент это, конечно же, золото. И на данный момент мы видим чудовищную перекупленность, что для золота является, мне кажется, вполне нормальным и закономерным. Да, вот такие движения. Если мы откроем тут месячные графики, ну, здесь вообще как бы, да, даже не знаю, с чего как бы начать. Но давайте начнем с мало. На данный момент мы находимся на максимальных точках. Последний раз мы были на этих максимальных точках примерно где-то в 2011 году. И давайте сейчас будем выставлять непосредственно дневные уровни, которые здесь, ну, просто бросаются, можно так сказать, в глаза. Вот здесь у нас есть дневной уровень, следующий уровень находится. Вот здесь у нас на уровне 1558, соответственно, долларов, да, следующий уровень находится вот здесь. И следующий уровень находится вот здесь. Обратите внимание, что я уровни, еще раз говорю, выставляю в моменте, где больше всего было касаний и после которых было определенное движение. Как здесь не нужно, да, знать, если быть 75 в обоу, я их выставил достаточно четко, что даже рынок это отыграл, так или иначе. Переходим на ниже стоящий график, откроем 4 часа и посмотрим, что у нас на 4-часовом графике. На 4-часовом графике мы имеем такой флет на самых-самых максимальных точках. Я не люблю такие флеты, поскольку, с одной стороны, здесь страшно продавать, поскольку мы на максимальных точках, да, с другой стороны, покупать уже, по большому счету, поздно. Нам поздно пить боржоми, когда почки, сами понимаете, что на отказали. Но здесь на 4-часовых графиках разве только можно выделить вот этот уровень, да, вот эту область, соответственно. И давайте ее по традиции сделаем, конечно же, фиолетовым цветом. И я еще раз напомню, что трейдинг – это достаточно творческая профессия. Переходим на часовой график, посмотрим, что у нас тут на часовом графике. Да, в общем, сейчас находимся в рамках вот такого глобального-глобального флета. И мы можем по большому счету здесь даже рассматривать покупки, но покупки с одним небольшим, так скажем, дополнением. Пришел сразу обратить ваше внимание на интересную особенность данного инструмента, которая происходит сейчас. Когда рынок подошел непосредственно к минимальным точкам, опять-таки, давайте я включу скриншот, свою рисовалку любимую. Когда мы подходим к нижним точкам, обратите внимание, здесь вот есть такой небольшой тестик, да, небольшой такой вынос. Причем, если мы обратим внимание, этот вынос произошел на таком достаточно слабом объеме. Это для нас хороший признак, конечно же, для разворота. Но, с другой стороны, мы видим сейчас огромное падение, причем падение на таких достаточно волатильных объемах. И если мы сравним, допустим, все эти инструменты, если не инструменты, прошу прощения, а движения, вы, наверное, заметите здесь интересную особенность. Рынок с огромной неохотой растет у нас, но с огромным желанием падает. Обратите внимание, как рынок здесь вырастал, вырастал, бабац резко упал. Опять вырастает, вырастает, вырастает. Здесь уже волатильное определенное движение, потом опять резкое падение. Опять вот он старается, карабкается, карабкается наверх, бабах, резко падает. есть один из известных трейдеров ланса ланс бэнкс у него есть книга под названием курс по price action он это шикарно рассматривает я всегда его рекомендую прочитать курс по price action так и называется книга вот у него есть такой момент как скорости движения цены либо моментом движения цены и вот как раз таки здесь это и прослеживается то есть рынок очень трудно с большими усилиями идет наверх но с огромным желанием падает это явно указывает на то что низы банально никто не держит то есть внизу нет таких вот активных покупателей этого актива разумеется с большой вероятностью рынок все-таки уйдет вниз и дойдет до определенных величин хорошо тогда докуда он дойдет причем обратите внимание мы а сейчас пробили минимум мы сделали определенный флэт здесь откатили в обратную сторону причем мы не пробили новые максимумы откатили до уровня а 1522 что явно указывает на то что у рынка не было сил чтобы пойти вниз и безусловно если у нас будет и дальнейшее падение мы можем свалиться до вот этих областей до уровня а 1460 я сейчас выделю это то конечно же пунктиром чтобы то нам на хоть бы на что-то было дан ориентироваться до вот этих уровней и здесь я примерно следующая картина пока подобного не произошло и находимся во флэтовом сценарии а то есть вот видим у нас есть флэт здесь флэт здесь у нас есть флэтовый сценарий соответственно давайте я еще выделю какие-то участки поскольку здесь у нас нет каких-то участков как которым бы мы могли как-то привязываться где здесь мы можем еще привязаться но вы знаете коллеги единственный как бы ближайший вот такой уровень за который можно привязаться это вот этот он как раз таки а примерно равен на середине вот этого такого достаточно мощного флэта но я имею ввиду между уровнем 1522 до и уровнем 1486 давайте его сделаю таким пунктиром а пока находимся вот здесь и если рынок у нас открывается в понедельник открывается где-нибудь вот в этих областях можем торговать вот в этом флэтовом канале но с большой неохотой конечно же мы будем все-таки покупать данный актив почему с большой неохотой да потому что рынок банально перекупили и безусловно рынку требуется какая-то консолидация такая более мощная и рынку требуется и откат в какой-то мере и поэтому с большой неохотой будем покупать данный инструмент а частично выйдем вот здесь вот здесь на данном уровне давайте его тоже а выделю он такой незаметный он больше даже такой локальный можно сказать в какой-то мере временный и давайте я вообще другим цветом сделаю например а ну каким-нибудь опять таки вот я вечно сомневаюсь какой цвет сделать здесь в терминале огромное количество выбора но тем не менее мы можем в принципе ну давайте как-нибудь вот так будем рассматривать этот момент выйдем частично вот здесь оставим часть позиции в рынке частично выйдем вот здесь я бы не стал удерживать с вам свои непосредственно активы до вот этих величин по большому счету у рынка нет мне кажется силы по чтобы пойти наверх рынку все-таки требуется какая-то консолидация внизу для того чтобы уйти наверх поскольку опять таки мы приходим к тому с чего я начинал рынок очень сильно перекупили и безусловно чтобы ну-ка так скажем чтобы двинуться еще выше вот к этим областям должны накопиться объемы должен быть какой-то флэтовый канал флэтовый коридор и тогда уже да можно это рассматривать но пока подобного не произошло все-таки постараемся закрыть часть вот здесь часть вот здесь остаток конечно же оставим в рынке понадеемся что рынок до сюда дойдет но это как бы с небольшой вероятностью медвежий сценарий у нас наступает тогда когда мы пробиваем уровень 14 86 88 и тогда это актив будем уже ловить примерно где-то на уровне вот здесь даже немножечко немножечко повыше и вот следующий уровень у нас вот здесь то есть давайте я вам нарисую когда мы будем иметь медвежий сценарий вот такой у нас будет медвежий сценарий то есть пробиваем данную область и вот здесь мы будем иметь медвежий сценарий непосредственно вот здесь будем иметь медвежий сценарий когда увидим за за тормозку и все то о чем я вам говорил то есть шпильки повышенный объем и так далее так далее будем иметь вот движение до вот этих областей либо до вот этих областей но опять-таки с большой вероятностью рынок склонен сейчас а к такому флэтовому каналу обратите внимание здесь у нас канал и здесь у нас каналы здесь здесь примерно то же самое что и происходит она евро да сейчас какой-то мере очень даже похоже поэтому мы будем очень активно продавать данный актив и большую часть закроем вот на ближайшем уровне остаток оставим в рынке понадеемся что рынок дойдет до этих областей ну и конечно же если он дать леду этих областей будет очень даже неплохо но опять же в рынке огромная просто огромная вероятность дальнейшего флэтового накопления и дальнейшего вот такого флэтового накопления вот здесь и нужно будет уже в последующем делать новый анализ смотреть куда это флэтовое накопление будет расторговаться но опять же я бы на данный момент не предпринимал долгосрочных позиций для того чтобы покупать этот актив с целью инвестирования находимся на таких вот достаточно максимальных точках и мне кажется вот этого движения его опять-таки недостаточно для того чтобы принимать такие стратегические решения а по большому счету в принципе здесь эти уровни их можно довольно таки неплохо торговать ну на этом я откланиваюсь да и хочу сказать большое спасибо что просмотрели данное видео надеюсь вы просмотрели его полностью был рад вам хоть чем-то помочь ну теперь вы знаете что бывает и такой метод анализа основанный на понимание на концепции логики рынка механики уровней и так далее вам конечно же с виду к кто вот можно сказать не в теме может быть показать показалось что это вот я просто расчерчиваю тут и вот от фонаря делаю мне так раньше всегда казалось когда видел подобные анализы у своего учителя не так раньше тоже казалось но на самом деле за каждым словом за каждым уровнем стоит какое-то понимание стоит какая-то логика и стоит какое-то ну мышление да какие-то не то чтобы закономерности а какая-то философия в конце концов ведь опять таки если мы рассматриваем то же самое золото вот я говорю должны накопиться объемы а объемы накапливается почему они накапливаются потому что там зависли трейдеры в своих позициях и разумеется если трейдеры зависли своих позициях безусловно они выставляют свои стоп приказы и когда рынок вышибает их по стоп приказом разумеется поскольку это рыночные ордера рынок начинает двигаться в ту или иную сторону ну то есть за каждым словом и есть какая-то логика которая указывает на покупателей и продавцов и механику рынка ну как бы там ни было всем удачи зарабатывайте счастливо и прошу вас еще раз поддержать этот выпуск может быть лайком может быть комментариями напишите какие инструменты вам бы хотелось чтобы я рассмотрел напишите как вам этот формат нужно узнать какое-то пользовательское взаимодействие если вам это понравилось то выпуски будут дальше если вам это не понравилось ну тогда значит это не то что вы хотите видеть удачи вам зарабатывать